Наш канал приветствует всех! К этому часу мы собрали следующие новости. Объявлена ноябрьская подборка игр для PlayStation Plus. Apple подтвердили перевод части своих устройств на USB-C. CD Projekt Red анонсировали ремейк первой части серии игр «Ведьмак» и многое другое. В интервью The Wall Street Journal вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвик подтвердил перевод смартфонов и планшетов компании на использование USB-C, цитата. «Очевидно, нам придется подчиниться, у нас нет выбора», конец цитаты. Джосвик не уточнил, когда именно изменения вступят в силу. Blizzard рассказали о новой опции, которая появится в Diablo Immortal с выходом обновления 1.6.2. Игроки получат возможность переносить персонажа с одного сервера на другой. Для этого он должен достичь минимум 30-го уровня, а на время самого перемещения аккаунт окажется недоступен. Процедура займет несколько минут. Бесплатное перемещение можно будет сделать только в первый раз. Все последующие переносы будут стоить по 15 долларов. На новом сервере сохранятся предметы, часть из которых нельзя будет продать на рынке и список друзей. Отмечается, что перенос будет доступен только в пределах серверов одного региона. Team Ninja объявили дату релиза в Long Fallen Dynasty. Выход проекта запланировали на 3 марта 2023 года. В день выхода он сразу станет доступен в Game Pass. Напомним, в Long Fallen Dynasty это динамичный экшен-слэшер с видом от третьего лица, действие которого разворачивается в фэнтезийном мире в эпоху Троицарствия во времена империи династии Хань. CD Projekt Red анонсировали разработку ремейка первой части серии Игора в Ведьмак. Он ранее был представлен как Канис Маджорис, полноценный проект во вселенной, не связанный с новой трилогией. Сообщается, что создание ведется с нуля на Unreal Engine 5. За производство отвечает студия Fool's Theory. Также магазин GOG объявил акцию. Пользователям при загрузке Gwent и подписке на рассылку новостей магазина подарят The Witcher Enhanced Edition и карточный бочонок. Сооснователи Rocksteady Studios Sefton Hill и Джейми Уокер, участвовавшие в разработке серии Bad Monarchom, сообщили об уходе из компании. Информация об этом появилась в письме на официальном сайте студии. Новым главой Rocksteady станет Нейтан Берлоу, директор по производству и один из ее первых сотрудников. Компания Sony анонсировала новую подборку для подписчиков PlayStation Plus на следующий месяц. Так, начиная с 1 ноября и до 5 декабря можно будет забрать Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection и кооперативную головоломку Heavenly Buddies. Разработчики Genshin Impact представили новый ролик. Видео под названием «С днем рождения Нахида» рассказывает ее предысторию. Напомним, «Нахида» — это пятизвездочный дендрокаталист. Она появится в игре вместе с патчем 3.2, который должен выйти 2 ноября. 2K и Marvel Entertainment выпустили тизер сезонного абонемента Marvel's Midnight Suns. В ролике представили четырех персонажей — Дэдпула, Венома, Грозу и Морбиуса. Их можно будет получить при покупке легендарного издания или же докупить отдельно в форме DLC-наборов. Героев и дополнения планируют добавить в начале 2023 года. Valve объявили, что все игроки в Dota 2 смогут получить сумку сувениров The International 2022, в которую входят три бонуса — один арканопредмет из внутриигрового магазина на выбор, боевой пропуск первого уровня и один месяц подписки на Dota+. Забрать подарок можно после десяти игр, сыгранных с момента выхода боевого пропуска и до января 2023 года. Sega подтвердила смерть разработчицы Риека Кадама, трудившейся в компании с 1984 года. Первые слухи об этом появились после того, как пользователи обнаружили в титрах на Megadrive Mini 2 мемориальное сообщение. Позже поступил официальный ответ с уточнением, что геймдизайнер скончалась еще 9 мая в возрасте 59 лет. Кадама принимала участие в создании таких серий игр, как Phantasy Star и Sonic the Hedgehog. Глава BioWare Гэри МакКей сообщил о завершении этапа альфа-тестирования Dragon Age Dread Wolf. На данном этапе проект уже можно пройти от начала до конца. В то же время отмечается, что студии предстоит еще много работы, такой как визуализация до конечного вида, совершенствование геймплея и проверка качества. Напомним, разработка началась в 2018, название было объявлено в текущем году, а дата релиза до сих пор не сообщается. После нового патча игроки обнаружили исчезновение из Bottom Knights защиты Denuvo. На данный момент никаких сообщений от разработчиков по поводу ее удаления не поступало. Как предполагают пользователи, это вполне может быть ошибкой. Ближайшим примером можно назвать Codemasters, который удалили защиту из автосимулятора F1-22 через неделю после его релиза. Также портал DSO Gaming обратил внимание на отсутствие исправлений проблем с производительностью. Напомним, релиз Bottom Knight состоялся 21 октября. Благодарим за просмотр. Надеемся, вам понравилась свежая подборка новостей. Если да, то оставьте мнение о ней в комментариях. А также не забывайте заглядывать к нам в Telegram и TikTok. Ссылки на них в описании под роликом. Спасибо!